Вот, видимо, я решил объявить, что мы, так сказать, превзошли химию, всякое знание такое приобрели, якобы. Пришло, вроде как, момент порешать всякие задачи. Ну, на самом деле, химию мы не всю превзошли, есть еще о чем в химии поговорить, и мы еще и поговорим. Просто как-то вот всегда, когда в процессе изучения химии, химия дополняется задачами. Задачами по химии. Задачи, на самом деле, не сложные, но помогают многие такие вот химические, простите, принципы усваивать. Например, есть такие слова «моль». А что такое моль, да? Как его себе представить? Есть такое слово еще «молярный объем», да? Слышали, не слышали? Я так вот называю объем, который при нормальных условиях занимает один моль газообразного вещества. Вот такие слова, например. И когда это приходится использовать в задачах, эти термины, они как-то вот к душе ближе прилипают, да? Вот давайте на эту тему поговорим. Ну, во-первых, что такое моль вещества? Как его себе представить? Ну, там вот такое определение есть. Я его не буквально, а в смысловом отношении воспроизведу. Значит, говорят так. Один моль вещества – это его количество, количество вещества, вот что говорят. Которое по массе в граммах, значит, масса его в граммах равна молекулярному весу молекулы в углеродных единицах. Ну, насчет граммов, я надеюсь, вам понятно. А вот насчет углеродных единиц не очень понятно, да? Вот масса молекулы в углеродных единицах. Есть такая углеродная единица – 1,12 массы изотопа атома С12. То есть, в принципе, это средняя масса нуклона, из которого состоят атомные ядра. С12 – это один из изотопов углерода, который состоит из атомного ядра и шести электронов. Атомное ядро состоит из шести протонов и шести нейтронов. Вот такое удачное сочетание, такая вот удачная смесь. Вот, значит, у него такой вот средний вес нуклона. Нуклон – это то, что в ядре, значит, протоны и нейтроны. Протона, нейтрона и электрона. Вот такой вот средний вес – это углеродная единица называется. Но в силу того, что электрон там в 1800 с лишним раз легче протона, тут только вещь такая исчезающая, вот это вот называется углеродная единица. Вот так вот, да? Вот, но это как-то все очень заумно звучит На самом деле все дело гораздо проще Моль это, вот я себе так представляю Такой большой ящик Вот знаете, такой ящик, в который укладывают яйца С ячейками Ну, если вам не нравятся яйца, потому что они хрупкие, могут разлиться Предлагаю вам такую же ячейку, в которую укладываются, скажем, яблоки Яблоки, груши, персики, апельсины, кому что нравится Представляете, ящик, в который вот так вот укладываются эти самые штучки Вы можете туда положить все что угодно Можете вот в эту, в ячейке, вот каждое вот гнездышко положить апельсин Такой большой-большой атом, урана, например, да А можете положить вишенку Это такой маленький-маленький атом водорода А можете туда укладывать вообще молекулы Вот молекула урана состоит из одного атома А вот молекула водорода из двух этих самых вишенок Вот тут две вишенки положили, они как-то друг к другу росли Знаете, бывают вишенки, так вот они еще их только-только оторвали На палочках две вишенки болтаются Да, вот это вот туда вот и, значит, попадает В одну коробочку, да, в одну вот эту ячеечку Ну так вот, молекулка Количество молекул, собственно говоря, сколько поместится в эту, как почему-то раньше называли решетка В этот ящик с местами, да А это называется моль Сколько должно поместить число авогадра? 6,03 на 10,23 степени штук молекулы Вот такое число 10,23 степени Вообще этому трудно придумать название, да Вот так, чтобы было понятно Физики вот, да, вот такими числами обычно оперируют Эти числа еще называются астрономические величины Так вот говорят, потому что большие Значит, астрономические эти величины Ну вот смотрите, миллион это 10 в шестой степени Миллиард 10 в девятый Триллион 10 в двенадцатый Дальше я уже название не знаю особенно Значит, кстати говоря, миллиард Вот есть такое понятие мега, да Это миллион чего-то, да Мега тонна, миллион тонн Гига байт Миллиард байт Не совсем так Ну там 10,20, 10,24 там на что-то такое Ну, по смыслу-то так Намекают они этим словом гига, да Терра Терра электрон вольт Теф Это триллион 10,12 Так вот, 10,23 это получается 10 в 23 степени, это так 10,12 умножить на 10 в 11 Это получается 100 миллиардов триллионов Вот так вот Ну, лучше так не произносить 100 миллиардов триллионов Потому что понятия на самом деле не будет Это вот 10,6,03 на 10,23 степени штук Да Штук единиц молекул Вот это называется один моль вещества И вот он-то это один моль И весит, значит, граммов столько Сколько углеродных единиц весит молекул Очень удобно Далее Есть целый такой раздел Естествознания Которые находятся в области пограничной Между химией и физикой То химики его себе немножко приберут Расскажут газовые законы Вот этот вот раздел называется газовые законы То химики приберут к своим рукам Расскажут в учебнике химии про газовые законы То физики расскажут про газовые законы В учебнике физики Это, в общем-то, такая вот пограничная область Дело в том, что слово такое есть ученое – молекулярно-кинетическая теория газов. Что это за штука такая? В молекулярно-кинетической теории газов есть такой постулат, что газ, который близок к идеальному, это такой газ, где размер молекулки очень мал по сравнению с расстоянием между молекулами. Во всех этих наших газах, воздух, которым мы дышим, газ, который закачивается в баллон, где-то сжатый газ под давлением, много-много атмосфер находится. Везде в этих случаях газ достаточно идеален или почти идеален. В том смысле, что размер молекулок по сравнению с расстоянием между молекулами достаточно мал. Что такое достаточно мал? Выполняются газовые законы. Работает молекулярно-кинетическая теория газов. Эти молекулки бегают, мечутся, ударяют со стенки сосуда. Ну, иногда, в принципе, соударяются друг с другом. Это вроде как не мешает общему делу, отдают друг другу энергию, упругие соударения у них. Они друг друга при этом не возбуждают, скажем так, не возбуждают энергетических уровней. И вот как эти шарики, они тут внутри, значит, бегают, мечутся. Вот и все. То есть при определенной температуре и определенном давлении. Что такое температура? Температура – это мера энергии, мера средней кинетической энергии, средней энергии движения, значит. Средней энергии движения вот этих вот молекулярных частичек. Вот такая она вот, это вот средняя мера движения. Это температура. А давление – это мера силы, с которой молекулы ударяют о стенки сосуда. Давят, потому что они постоянно бьются, отскакивают, бьются, отскакивают. Таким образом оказывают давление. Вот как вот бывает, дверь с этим электромагнитным замком не откроется в подъезде, а утром люди бегут на работу, прямо им нужно работать очень, да? Сидели бы дома. Вот, и начинают об дверь биться. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Она не отпирается, пока провод не оторвешь, и магнит сам не перестанет, значит, удержать, да? Вот, и так вот эти молекулы все время бум-бум-бум-бум-бум-бум, об стенки бьются и давят на стенку, да? Ну, в принципе, могут и разорвать ее, да? То есть могут эти вот жильцы дома и вышибить дверь. Может, им силы и хватит. Не пробовал. Может, и хватит. Не видел, чтобы хватило. Вот, вот такая вот ситуация бывает, возникает. Ну, так вот, и вот эти вот молекулки, если их энергия маленькая, вялая, эти попались жильцы и пенсионеры какие-то, они так об стенку плюм-плюм-плюм-плюм, медленно-медленно, мало давят они, давление маленькое. А если этих пенсионеров в кучу собрать, побольше сделать плотности, они будут биться-то достаточно сильно, да? Вот давление будет работать. Вот, и вот это и есть соотношение между давлением, объемом, температурой. Все это меняется. Есть такое великолепное утверждение газового, универсальный газовый закон. Давление умножить на объем и делить на температуру есть величина постоянная для данной массы газа. Вот так она звучит. Замечательная вещь. И очень всегда любят во всех химических задачах все приводить, так называемым, нормальным условием. НУ их иногда обозначает. Как УЕ углеродная единица, так НУ нормальные условия. Значит, это давление одна атмосфера. Вот такое давление, которое обычно, вот, 760 мм штутного столба это называют сейчас, да? Или там примерно 10 в пятой степени паскалей. Классно, да, сказано? Паскалей – это 1 ньютон на квадратный метр. Давление такое вот оказывает, значит. Или примерно как 1 килограмм давит на 1 сантиметр, если это вот такое давление. Ну, на эту тему больше рассуждать надо, когда физикой будем заниматься, да? А тут вот такая вот ситуация. То, что при нормальных атмосферных условиях, то есть нормальное давление, нормальная температура 0 градусов Цельсия, вот в этом случае объем 1 молекула, 1 моль, простите, то есть 6,03 на 10,23 степени вот этих вот молекул, занимает объем равный 22,4 литра. Вот и все. 22,4 дециметра кубических. Я вам же рассказывал, как появились литр и дециметр кубический, и килограмм. Вот. Наверняка рассказывал, я всегда всем это рассказываю, очень смешная история, как это все появилось. Итак, начнем какую-нибудь простую задачку решать. Так вот, издалека ее по полной программе. По отдельности, похоже, мы все это когда-то с вами касались этого дела, а сейчас вот все целиком. Сожжем-ка мы, так сказать, метан, CH4. Это чудесный газ, который голубыми язычками горит в конфорках на газовой плите. Это называется еще иначе природный газ, метан. А вообще его раньше называли болотный газ, потому что на дне болот и озер. На дне болот и озер, вот в этом самом или в отсутствии кислорода происходит анаэробное гниение. Бактерии, анаэробные бактерии, анаэробные, значит, без воздуха они живут, без кислорода. Без кислородные бактерии занимаются тем, что перерабатывают биомассу и вырабатывают при этом метан, CH4. Болотный газ. Если, говорит, палкой по дну пошевелить, будет всплывать болотный газ. Он, говорит, загорается, иногда пузыри булькают, там поджигают их. Нам так в школе рассказывали, да? Сам я, к счастью, в болото ни разу не попадал, и поэтому с пузырями болотного газа не встречался. Так, говорит, очень любопытный какой-то там горит на озере ведмин огонь. Там, да, вот, недалеко от месторождения газа, в современном Азербайджане, там огнепоклонники свои храмы строили, там как-то вот огонь, значит, газ поднимался из земли. Баку, говорят, город тысячи огней, да, назывался, вот эти вот, из расселин породы, истекал метан и горел, загорался. Вот эти вот огни были такие вот, огнепоклонников это очень умиляло когда-то в старину. Ну, так вот, сожжем тот самый метан. Что он там будет соединяться, гореть? Ну, чего может образоваться СХ4? Конечно, углекислый газ СО2, и, конечно, вода H2O. Почему я так уверенно говорю? Конечно. Вся моя уверенность базируется на следующих трех фактах, которыми я твердо обладаю. Факты называются так. Валентность кислорода, валентность кислорода 2, такой факт. Валентность водорода 1 и валентность углерода 4. Это вот такой факт, не всегда он срабатывает, не всегда, потому что иногда бывает, значит, соединения, в которых кислород проявляет валентность 1. Например, H2O2. Бывает соединения, где углерод проявляет совсем не ту валентность, что ожидалось. Но дело в том, что на наружной оболочке кислорода не хватает двух электронов, поэтому он их всегда хочет принять. На наружной оболочке водорода есть только один электрон, и он может, скажем, в каких-то очень редких случаях, например, взаимодействуя со щелочными металлами, например, с литием, принять этот электрон, получится гидрид, называется соединение гидрид-лития. А может его отдать, ну, он отдает всем, кому угодно, ну, кроме щелочных металлов разве что. А вот углерода на наружной оболочке 4 электрона. Он то их принимает, принимает от водорода, например, в метане, то их отдает, например, в углекислом газе, СО2. Ну, собственно говоря, для меня не загадка, что в результате этого процесса горения метана получится углекислый газ СО2 плюс вода H2O. Помните, самые милые ушастенькие чебурашечки, молекулки воды. Мордочка кислород отрицательно заряженный, положительно заряженные ушки, лопушки такие вот. Вот такой вот он, значит, чебурашка. Ну что, там вопросительные знаки у меня стоят в формуле. Я не знаю, сколько кислорода нужно для сгорания молекулы метана, да, CH4. Я не знаю, сколько нужно, сколько при этом получится углекислого газа и воды. Это я так себе, это я так специально на себя напускаю, чтобы создать, так сказать, некую интригу. Ну что, давайте искать эти проблемы. Что там происходит? Это называется, вот для того, чтобы эти вопросительные знаки снять, вот эти вот, да, предлагается написать уравнение электронного баланса. Значит, я вам уже проговорился, что метан, в метане углерод находится в состоянии минус 4, то есть он принял от водорода 4 электрона. Вот он там в метане, CH4, принял от водорода 4 электрона. В углероде, в углекислом газе он эти 4 электрона раздал кислородом, да. Вот у водорода судьба другая. Водород, он все время тут обделен. Он как был без электрона, так и в конце концов тоже, став ушами чебурашки, остался тоже без электрона. Про него и разговора нет. Менялось только зарядовое состояние кислорода. То он был, значит, незаряженным в молекуле О2, то он стал заряженным в молекуле СО2, в молекуле H2O. Он принял, принял электроны. Вот такая вот молекула О2 приняла 4 электрона и превратилась в 2 иона кислорода. О минус 2, да. А углерод отдал 4, простите, 8 электронов и превратился из минус 4, там, где он имел 4 электрона, в плюс 4, там, где ему электронов не достает. Значит, вот это вот излюбленное место, это, так сказать, наше тайное знание. Наше тайное знание, знание репетиторов по химии, которое мы и передаем ученикам. Вот я вам сейчас это знание бесплатно совершенно передам. Значит, тайное знание заключается в следующем. Так уж получилось исторически, так уж судьба сложилась, что электричество, заряд, который переносит электроны, его назвали отрицательным. А заряд, который переносит протон, его назвали положительным. И вот когда у нас ион отрицательно заряжен, это значит, ион принял некоторое количество добавочных электронов. Добавочных к чему? К тому количеству, которое соответствует количеству положительно заряженных частиц, входящих в состав атомного ядра. Вот это вот, или атомных ядер этого иона. Вот атомные ядра ион, например, СО4, это же там несколько атомов. Вот поэтому я так и говорю. То есть избыток электронов он создал. А электрон отрицательный. Поэтому С минус 4, это значит, что он принял 4 электрона, они отрицательно заряжены. Вот в этом изюмина тайного знания. Его легко понять, но пока не поймешь, все время будешь путаться. Я тоже когда-то путался, когда этим тайным знанием не обладал. Это такое простое, на самом деле, тайное знание. А мы думали, там, какие-нибудь кошек надо сжигать, черных, сушеных, чтобы это тайное знание получить. Ничего подобного. Алхимики только пускали пыль в глаза публике. Не нужно сжигать никаких черных кошек. Вот. А вот когда плюс 4, это значит, что он этих электронов лишился. Да, вот он лишился. Вот представьте себе, у атома, который полностью нейтрален, отняли электрон. Какой у него стал заряд? Конечно, плюс. Потому что минус, минус 1, да, это будет плюс. Вот отняли у него один электрон. Минус, минус 1. Плюс, минус на минус дает плюс. Вот такое вот тайное знание. Ну и что, и дальше только остается подобрать два числа. Вот у нас в одном случае уходит 8 электронов, а в другом случае приходит 4 электрона. Нужно подобрать такие вот множители, чтобы 1х8 равнялась дважды 4. Батюшки, да, подобрали 1 и 2. Ну, задачка, по-моему, для людей, обучающихся устному счету. Ну вот. Вот и все. То есть задача решена. Оказывается, тут у нас получится такая ситуация. На один углерод должно быть задействовано в две молекулы О2. Тогда все уравновесится. Ну, давайте считать. Значит, CH4 плюс 2О2. Углекислый газ получился, СО2. И еще два кислорода должны попасть в разряд кислородов, образовавших воду. Да, две молекулы H2O должно получиться. Осталось проверить, правильно мы сделали. 2H2O. Это значит, сколько атомов водорода? 2H2. 2H2. 4. Значит, CH4. Все совпало. О, как хорошо. Вот оно. CH4 плюс 2О2, СО2 плюс 2H2O. То есть, походи решили, ну, скажем так, поняли условия задачи, да? Задача какая-то звучит так, что сгорело какое-то количество метана. Какое там количество метана? Ну, во-первых, давайте так вот. Вот, всю эту задачку пропишем для себя. Значит, что значит вот эти вот коэффициенты? Их иногда называются стихиометрическими коэффициентами. То есть, коэффициенты, с которыми молекулы входят в уравнение химической реакции. О2 это обозначение молекулы кислорода. Это значит, что на одну молекулу метана две молекулы кислорода. На один моль метана два молекуля кислорода. На один объем метана два объема кислорода при тех же самых условиях. Довел? Значит, помните, значит, на одну молекулу две молекулы. Вот она, чтобы одна молекула метана провизаимодействовала, нужно ей две молекулы кислорода. Хорошо. При этом получится одна молекула СО2 и две молекулы воды. Можно так понимать, эти молекулки уложены в эти самые ящики. Значит, ящиков, которые называются моль, ящиков для кислорода нужно в два раза больше. Значит, на один моль метана два моля кислорода. На полмоля метана один моль кислорода. Правильно? Объемы, пожалуйста. Молекул кислорода в два раза больше, чем молекул метана. Значит, объем, который они занимают, тоже будет в два раза больше. То есть на один объем, так говорят, на один объем. Объем какой угодно. На один кубометр метана, два кубометра кислорода. На один малярный объем, 22,4 литра. Два объема кислорода, 22,4 умножить на 2, 44,8 литра. Вот и вся тайна. Ну вот, это вот так вот и звучит. Кислорода объем в два раза больше, чем метана. Углекислого газа, что получается, ровно, равен объему метана. С водой немножко посложнее. Вода, она, видите ли, в чем дело? Конечно, при сгорании метана образуются пары воды. Пары воды – это не вот то, что вот изо рта на морозе идет. Это на самом деле туман водяной. Это на самом деле пары воды, вырвавшиеся на волю из наших легких, влажных и теплых легких, начинают в морозном воздухе конденсироваться в маленькие капельки или кристаллики, в зависимости от температуры окружающего воздуха, температуры окружающей нас в действительности. Вот, в зависимости от этого они начинают во что-то конденсироваться и превращаться. Вот, а что касается паров воды, о которых говорят химики, это газообразная вода. Мы ее даже не замечаем. На самом деле, в помещении, в котором мы находимся, на улице, воздух влажный в какой-то степени. Вот он содержит пары воды. Вот это и называется пары воды. Вот такие пары воды там и образуются. Но вода, она имеет тенденцию конденсироваться, вы понимаете. Достаточно к горелке поднести холодный металлический предмет. Обычно почему-то раньше в школе подносили металлический утюг. Горелочки такой вот химической, с которой такой язычок метанового пламени, да. На холодном-холодном утюге, там, значит, на нем появлялась пятнышко воды, да. Когда он черкнет по нему, значит, хорошо из холодильника, если этот утюг достать, например, да. На нем и так влага будет конденсироваться, между прочим, из воздуха, из холодильника, если достать утюг. Но это ладно. Вот. Когда работает какая-нибудь котельная на газовом топливе зимой, из нее идут клубы пара. Это вот тот самый, вода конденсируется в морозном воздухе. А летом как будто не работает, да. А на самом деле все это сгорает, только летом не конденсируются пары воды, вырываясь из трубы. Только и исключительно зимой, в холодную погоду происходит эта конденсация. Вот такие вот дела. Так вот, с парами воды немножко хуже. Про них как-то вот так вот не скажешь, сколько объемов паров воды при нормальных условиях и так далее. Ну, там лучше говорить про килограммы, про моли, про граммы и так далее. Ну, вот давайте такая задачка. Значит, для окисления, для сжигания некоторого объема метана потребовалось 112 литров кислорода при нормальных условиях. Это значит, 22,4 литра занимает 1 моль. 112 литров кислорода. Запросто можно посчитать, сколько... Так, о, 112 литров. Нет, товарищи. Это у нас очепатка. Реникса по-другому. Значит, это было 112 литров метана. И спрашивается, сколько для сжигания 112 литров метана потребуется кислорода? Сколько при этом образуется углекислого газа? И сколько при этом образуется воды? Вот что требует, да? В чем возможно, что воду эту сразу же и конденсирует, и может даже будут ей там, значит, цветы поливать. Значит, на 112 литров метана потребуется в два раза больше кислорода. 112 на 2, 224 литра кислорода для сжигания потребуется. И при этом сжигание образуется на каждый объем метана, а один объем углекислого газа. На 112 литров метана 112 литров углекислого газа. Ну, вот и все. Значит, ну, вспоминаем резко. Хотим перейти к молям, килограммам. У нас есть такая возможность. Все то же самое, о чем мы говорили. Можно представить в виде наборов молей, вот этих вот ящиков с молекулами. Я так это представляю. Вот это вот для яиц вот эту упаковку. Вот так взяли, и они так вот трясутся. Я вот так себе представляю моль. Вот вы так себе тоже представляете. Вот это вот сколько ящиков войдет. В один ящик входит 22,4 литра, если мерить литрами, рассыпать. А можно штуками мерить. Тогда получится, что в один ящик войдет 6,03 на 10,23. Пожалуй, что объемами здесь проще, чем это пересчитывать 10,23. Там сколько? 100 миллиардов триллионов. Ой, не 100. 603 миллиарда триллионов. Вот. Это уже 6,03 же. 603 миллиарда триллионов. Вообще, это с ума сойдешь, что считать. Ну вот, 22,4 десятых литра. Можно считать и так. Так, как знаете, вот есть такой способ меры сыпучих тел. Сейчас это как-то не принято. А в старые времена, значит, продавали зерно мерками. Мерами, да. Я вот помню, зерно кто-то мерил мерами в мультфильме про Али Бабу и 40 разбойников. В мультфильме моего детства. Вот. Ну что, можно посчитать, сколько же моли метана было задействовано во всем этом процессе. Сколько надо было сгорать. Объем метана надо поделить на малярный объем. Это будет, это получит у нас количество моли. А можно сделать по-другому. Массу метана разделить на малярную массу или массу одного моля. Как посчитать массу одного моля? Для этого достаточно открыть таблицу Менделеева. Я без таблицы Менделеева помню, что один... Значит, атомный вес углерода 12, атомный вес водорода единица, да. Ну, вы можете по таблице Менделеева у меня проверить. Номер, атомный номер углерода 6. Вот там, значит, можно во второй строчке, первой строчке там только водород и гелий, найти углерод. С6, да. А у него масса 12, да. Вот так вот. Значит, 12 плюс 4 единички – 16. Углекислый газ весит 1 моля его 16 граммов. Вот он, количество молей метана, объем 112 литров, делить на 22,4 литра – это объем одного моля. Ну, я в уме это могу поделить, кто не может в уме, может на калькуляторе. В мои годы калькуляторов не было, мы делили на логеристмической линейке. Вообще еще это углом делили, вообще ужасные времена были, зато считать научились. Вот занимались ненужным делом, делили углом, знаете, так вот называется углом, или столбиком сейчас иногда называют. Вот, ну, зато считаем в уме легко. А вот у вас есть могучие вещи, калькуляторы. А посчитать не всегда удается в уме легко. 5 молей получается. 112 литра на 22,4. Вот оно, 5 молей метана образовалось. Вот они, 5 молей метана. Значит, на 5 молей метана нужно 2 моли кислорода, да? Значит, на 5 молей метана в 2 раза больше моли кислорода, да? Вот там так коэффициенты расставлены. Значит, 10 молей кислорода. Получится столько же молей углекислого газа, сколько было молей метана. Значит, 5. А воды сколько будет? В два раза больше, 10. Вот все загадки из этих оцтехиметрических эффекций видны. Пожалуйста, количество молей метана в два раза больше, чем количество молей углекислого газа. Количество кислорода в два раза больше, чем метана. Количество углекислого газа равно количеству метана. А количество воды в два раза больше, опять же. Вот такая вот замечательная вещь. Значит, воды у нас получилось 10 молей Массу воды можно посчитать Может быть, мы ее конденсировали Может, мы сжигали этот метан где-нибудь на космическом корабле В каком-нибудь там нагревателе И воду конденсировали Мы сейчас этой водой будем, я не знаю, цветы поливать Умываться, пить, суп готовить Не знаю, что там делать в космосе с водой То, что я видел по телевизору То, что нам пускают такие водяные шарики И потом их ловят куда-то там И в контейнер с мусором То, что нам по телевизору раньше показывали Как это невесомость, как это здорово Сейчас ты редко, по-моему, по телевизору увидишь Там все что-то другое А лекции по химии там, по телевизору Которые вы смотрите Ну так вот, массу воды Пару пустяков посчитать Количество моли воды, сколько получилось По-моему, 10 мы насчитали Умножить на молекулярный вес воды Молекулярный вес воды тоже легко посчитать Я-то помню, а вы можете в таблице Менделеева посмотреть Что восьмой номер кислород Имеет массу атомную 16 Пару водород, вы знаете, единицу Он имеет первый номер и масса у него единица Вот водород обычный И получается, что масса молекулы воды Равняется 18 углеродных единиц Молекулы, углеродные единицы Вот А масса одного моля Это то есть 6,03 на 10 23 степени штук Молекул То есть 603 миллиардов триллионов Молекул воды Равняется 18 граммов Вот Осталось только 18 граммов умножить на 10 Оказалось 180 грамм То есть вот это вот сжигает 112 литров метана При нормальных условиях Мы потребляем 224 литра кислорода Создаем 112 литров углекислого газа И 180 граммов воды Это такой вот стакан Знаете, 200 граммовый есть, да? Есть 250 граммовый Это вот 180 граммовый Вот есть такая вот дозу Создаем воды При этом Вот так вот мы Ловко обошлись С молекулами H2O Вот они, что у нас получилось Ну вот он Число авагадра 6,02 на 10,23 Единицы на моль Видите, я вас немножко Округлял не в ту сторону Последнюю цифру 6,03 вам говорил по памяти Ну примерно 6, да? Вот такая вот вещь Значит, вот можно посчитать количество молекул Штук, да? Которые в этой реакции принимали участие Значит, количество молей Нажно просто умножить на N Это маленькое количество молей На N большое с буковкой А На число авагадра Сколько молекул в один моль входит То есть, сколько ячеек в одном ящике Который называется моль, да? В ней 6,02 на 10,23 степени ячеек Значит, метана у нас было, да? 5 умножить на вот это вот самое число 31,10 на 10,23 степени 3 триллиона триллионов С хвостиком 30 на 10,23 Это 3 триллиона триллионов Вот сколько этих молекул Конечно, это число астрономическое Хотя помещается, оно всего лишь на все В общем-то В очень небольшом объеме Очень небольшом объеме Давайте другую такую же задачку решим Но с твердыми телами То есть, тут нам уже Молярный объем Нам ничего не поможет Будет у нас железо И медный купорос Железная пластинка Ну, может быть, гвоздь Опущен А может, пластинка Опущен в раствор медного купороса Ну, тут надо знать немножко химию Значит, медь в медном купоросе Купром СО4 Она находится в окисленном состоянии Она, то есть медь Отдала этому самому серно-кислотному остатку СО4 Два электрона Фактически самое дорогое, что у нее есть И вот она без двух электронов ходит Но электронов она любит Причем любит на этих электронов своих Гораздо сильнее, чем железо любит свои электроны Вот поэтому-то железо легче окисляется, чем медь Найти блестящую медяшку Гораздо проще, чем найти нержавую железяку Вот это вот так иллюстрируется мысль Потому что ржавая железяка Атомы этой железяки На своей поверхности Ну, железо Меня все ругают, что не так слова произношу Железо, вот эти атомы железа Расстались со своими электронами Поэтому, значит, они Вступили с кем-то химические соединения Получилось ржавчина или окалина Вот что это такое есть Ну так вот Если опущено в раствор железо Медного купороса Железо будет стараться расстаться С электронами С электронами Своими А медь их стараться будет принять В виде железа без электронов Феррум 2+, Оно, естественно, превратится В некое растворимое Значит, соединение С остатком серонокислот Называется железный купорос А медь выпадет И поверхность вот этой железяки Станет блестящей Ну, надо сказать, что с самого начала Надо было железо, очищенное от окислов Опускать такого рода раствор Иначе он просто не стал бы с ним Реагировать, взаимодействовать Его бы защитило От дальнейшего разрушения Слой окислов Патина, как она называет Значит, реально Реакция происходила вот так вот Полюбуйтесь, если хотите Феррум Реагировал С двумя ионами Купром 2+, и СО4-2- Эти ионы в диссоциированном виде Находились в растворе Помните, вот эти чебурашки Полярные молекулы воды Обнимали, окружали Значит, вот этих вот Ионов Купром 2+, и СО4-2- Купром, значит, медь А после всего этого процесса Завершения Медь свои электроны приобретала И превращалась в металл То есть, выпадала на поверхность Железной пластинки А железо как раз Лишалось Электронов И превращалась в ион Который в шубе с чебурашек Начинал свое странствование Внутри раствора Вот этого медного купороса В нем появлялся Добавок железного купороса Что же получилось? С поверхности С поверхности Металла Ушел 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 Атом железа Но зато на его место Лег атом меди В общем-то говоря Произошла трансмутация Так бы сказали Трансмутация Железа в медь Ну, сказали бы все те люди Которые Все те химики Очень уважаемые Великие В напудренных париках Может быть даже Все те химики Которые жили в эпоху Когда Еще не было представления О Атомах И молекулах Когда вот эта вот наука Была действительно Тайна за семью печатями Вот это вот молекулярное представление Атомно-молекулярное представление Они вот как раз Позволяют очень просто И наглядно представить себя химию Вы не представляете Какова была химия До изобретения Вот этой вот идеи Атомно-молекулярного строения Вещества Не представляете Я по-настоящему Тоже себе представить не могу Так вот Сообщают нам Подержали это Некоторое время Железный предмет В медном купоросе Вынули Взвесили его А нужно сказать Что и перед тем Как его опустили В медный купорос Его тоже взвешивали А когда вынули Его промыли Под струей воды Высушили И взвесили На точных весах И оказалось Что он стал тяжелее На 75 миллиграммов На 75 тысячных грамма Ну 0,075 Почти одна десятая грамма Вот На весах Которые не знаю Как сейчас А раньше продавались В фотомагазинах Потому что раньше Вот на этих весах Вот охотники Взвешивали порох Чтобы снаряжать Свои патроны А фотолюбители Взвешивали химические Вещества Чтобы составлять Вот эти вот смеси А перекупщики Золота Взвешивали Золото на них Вот это вот Это было такое Значит Распространенное занятие Что-нибудь взвешивать И на лабораторных работах Школьники Ну с точностью Достаточно хорошей Тоже могли что-нибудь взвесить Ну вот Точность миллиграмма На хороших Аптекарских весах Легко достигается Значит Есть такие хорошие Аптекарские Или лабораторные весы Да Это не проблема Ну вот взвесили Оказалось Изменилось В чем дело Ну понятно в чем дело Медь ушла Железо осталось Значит Количество Ушедших Молей Железа Или количество Ушедших молекул Как хотите Как раз Составляет То самое количество Что пришло У атомов Меди Или молекул Меди Да Но только с противоположным Знаком Будем так алгебраически Количество железа Убавилось Количество меди Прибавилось Убавилось ровно Столько железа Сколько прибавилось Меди Вот и все Так Что же произошло С массой железа Масса железа Тоже изменилась Пожалуйста Масса железа Это значит Количество Молей Изменение Количества Молей Железа Умножить На массу Одного Значит Моля Железа То есть Минус Количество Молей Меди На массу Моля Железа А Что Прибавилось В смысле Меди Количество Молей Меди Умножить На массу Меди На массу Моля Меди Осталось Только Теперь Посчитать Суммарные Изменения Веса Это Оказывается Сколько Пришло Значит Изменение Массы Меди Которая Входит В состав Пластинки Она Прибавилась И изменение Массы Железа Оно Убавилось Сколько Убавилось А все Пропорционально Количеству Молей Меди Вступивших В реакцию Значит Количество Молей Меди И тут Разница Масса Моля Меди Минус Масса Моля Феррума Железа По таблице Можно найти Нас раньше Учили Что Атомный Вес Меди 64 На самом деле 63,5 Атомный Вес Железа 56 Вот так Оно и Осталось Так Оно и Осталось И вот Вам Пожалуйста Количество Молей Меди Сколько Там Высадилось Приращение Изменение Массы Железа Делить На разницу Массы Молей Меди И Феррума 75 Тысячных Грамма Делить На вот Эту Разницу На 7,5 Грамма То есть Одна сотая Моля Меди Высадилась На поверхности Пластинки Одна сотая Моля Меди Значит Железо Стало Меньше На 56 Сотых Грамма Меньше Чем На грамм Зато Меди Прибавилось 0 635 Грамма 635 Миллиграмм Ну Не так много Но зато Определили Вообще Химики любят Такие точные Расчеты Вот Астрономическая Астрономические Величины И химическая Или аптекарская Точность Да Вот такие Вот дела Ну что В следующий раз Мы решим еще Более простую Задачу Наверное Да Ну я вот Как мог Старался Чтобы вы поняли Но Вот Решение задач Это Самая Непопулярная Вещь Которую Можно Рассказывать По телевизору Потому что Она Требует От Слушателя Включения В решение Задачи Значит Плохо Когда Решение Задачи Превращается В ходьбу По канату Вот она Канатоходка Или Канатоходец Ходит по канату Здорово делает У него Прям получается Классно Или у нее Но повторить Это невозможно Вот надо Вместе С преподавателем Вот пытаться Все эти действия Повторять Вот тогда Вы научитесь Ходить хоть как-то По канату Ну хотя бы По канату Положенному На полу Всего доброго До свидания